Напоследочек накормим крысят наши. Нам почти 850 километров сегодня предстоит. Ну и приключения нас ждут, как говорится. Посмотрим, что там будет в пути. Какая-то тачка остановилась. Бомжи на привале. Но, конечно, красота вокруг вообще неимоверная. Но в итоге нас привезли в гости. Ну, люди, видите, никто не рискует, никто не купается, даже никто не гуляет по пляжу. Неоправданный риск это все-таки. Блин, мы почти с ними работу даже уже нашли. Но они нам что-то там предлагали, предлагали разные варианты. Блин, 20 километров не доехали. Йоу, ребятки, всем здорова. Как обычно, с вами Марина. Всем привет. Я Саша. Мы находимся в Австралии. Город называется Гладстоун. Потом вам покажем тут условия, в которых мы остановились. Такой вот у нас видочек из окна. Ну вот мы сейчас поедем как раз в город посмотрим сразу. Обратите внимание, обувь нужно хранить в своей комнате. То есть вот стоит обувь прямо на коврике. Здесь в Австралии чисто, поэтому нам сказали, да, можно вообще даже не разуваться в принципе. Но мы, как приличные люди, все равно переобулись в свои шлепачки. Вот на такой тачке сейчас будем исследовать город. Такой байк еще у него крутой есть. Ямаха. Катается, говорит, наслаждается. Так, мы погнали кататься. Тут вот тоже такой комплекс получается жилой, где вот он обитает и живет. Где мы тоже вписались. Ну и сейчас посмотрим городишко. 60 тысяч населения, говорит. Сразу у нас первая интересная остановка. Смотрите, такой вот, короче, алюминиевый завод. Но оказывается, это они вообще там либо сотрудничали, либо как-то филиал русской компании «Русал». Вот наш друг Крис тоже работает как раз вот в этой компании. Ну то есть вот этот завод. Ну вот такой вот вид на этот завод. Прикиньте, мы приехали на какую-то горочку. То есть тут вот так все оборудовано красиво. И вид на завод. Ну там морешко еще видно. И да, такой индустриальный вид получается. Такая вот есть еще картинка. А тут вот все описано, что где находится. Ну вот радует то, что они тут еще такой парк, получается, организовали. Тоже от этого завода все. И вот такую смотровую площадку построили, чтобы вид был на этот завод. Красивый. Ну выглядит, конечно, все устрашающе. Но здесь вот уже получше. Тут природа. Сам городок так выглядит, конечно, ничего такого примечательного. Просто такие вот тоже на центральной улице какие-то магазинчики. А так в основном вот обычный такой вот частный сектор. Как и везде в Австралии, вот они любят такие частные дома. И поэтому у них города так расползаются на многие километры. Чтобы у всех частная территория была. Так, мы еще на какую-то горочку приехали. Ну вот, да, город вообще маловатый. И в основном вот такие вот всякие тут индустриальные постройки. Тут я не знаю, что они тут. Цемент делают или порт какой-то. Опять тоже вот забавно. Тут вот такой вот вид. А здесь вот они парк тоже построили. Тоже вот как бы, да. Такая двоякс. Ну они молодцы, конечно. Такой тоже. И четенько все. И городок такой прям вылизанный весь. И вот эти парки такие все уютненькие тоже. Миленькие. Ну и вот делами занимаются. Куча заводов, вот порт. В общем-то, вот так вот тут все. Вот частично городок можно тут наблюдать тоже. Ну смотрите, как вообще красиво все сделано. Какие-то площадки, вон люди там отдыхают. Тоже и зелени много очень. Какая-то парковка прям огромная. Но это вот к порту, скорее всего. Ну там вон кораблики тоже плавают. И швартуются. Местные тоже любят прям вообще на кораблях тут плавать. На лодках на своих. Очень часто вот на дороге мы тоже видели. И кемперы вот эти вот, дома на колесах очень часто. Любят и умеют отдыхать местные. Ну да, вон там вон куча вообще лодок всяких. Ну и вон порт. Какие-то острова небольшие тут есть. И цветочки вот, смотрите, какие красивые. Растут тоже. Только что там были. Сейчас мы вот здесь по идее. Тут вот еще прям доделывают тоже. Ну такие вообще молодцы. Такой микс. И как бы чтобы более-менее людям все было поудобнее, покрасивше. Ну и заводы, естественно. Так, а мы едем дальше. Еще одно место. Ну прям вот напротив как раз я вот показывал вам вот этот парк. И вот этот порт как раз рядом. То есть опять же тоже так рядом все это обустроили. Ну как бы людям вот так поотдыхать здесь, погулять, приходят, поразвлечься. Ну вот эта двоякость, конечно, вообще интересная. Вот такой там порт прям виднеется. Вид на порт. Ну и со своими лодками тоже вот люди приезжают. Вообще тут, конечно, куча целой на стоянке тоже стояла. Ну и вот катаются здесь. Тут еще вот как раз куда-то река там идет. Ну и можно везде, получается, так вот плавать, наслаждаться. Австралийцы умеют это делать вообще. Ну и еще одна смотровая, на которую мы приехали. Тоже вот вообще вокруг весь город видно. Тоже так все оборудовано красиво. Какая-то, не знаю, антенна стоит. Телевышка может быть, что-то такое. Ну и вот парковка, можно тоже приезжать. Опять все четко, удобно. Ну и вид красивый. Во все стороны можно так прогуляться по кругу прям. В принципе, это вот и есть весь Гладстон. То есть мы посмотрели его каждый уголок за сегодня буквально. Ну много парков, конечно, таких вот небольших. И вот таких вот побольше. Но тут вот гора еще. И вот, в принципе, мы рядом с домом сейчас, кстати, находимся. То есть, ну для людей, в принципе, так более-менее все сделано. Удобненько, красивенько все. Вон опять этот завод, который мы самые первые наблюдали. Вон там порт. Ну, в общем, да, и вот весь город. И вот круг мы уже прошли как раз вокруг этой горы. Весь город еще раз посмотрели. Закрепили, так сказать. Ну мы сейчас вам еще одно место прикольное покажем. Какое-то местное озеро. И сейчас мы теперь вчетвером подружку еще местную захватили. Приехали мы, ну километров 30, наверное, от города. И тут вот такая вот дамба. То есть, вот это вот получается как водохранилище. Но почему-то на карте написано, что озеро. И вот местные тоже считают, что это озеро. То есть, ну так, можно тоже приезжать, тут пикники устраивать. Это мы пока вот просто обзорная площадка на дамбу. То есть, вот этой водой, в общем-то, питается весь город. Да, вот Гладстон пьет вот эту воду. Можно вон рыбку ловить. Ну, прикольно тоже вот написано. И флора, и фауна вот какая здесь водится. Такие вот оборудованные места, естественно, как и везде. Я думаю, сейчас мы, наверное, еще в другое, получается, место поедем. То есть, тут просто пока обзорная площадка такая. Ну, выглядит красиво. Тоже так все четенько. Природа вокруг. Ну, в итоге вот такое вот здесь, конечно, как прям небольшое море. Ну, да, вот это вот водохранилище. Тут уже прям как в России такой видок. Уже больше природы. Но все равно, конечно, все оборудовано. Отдых по-астралийски это вот просто приехать на водохранилище с пивом, либо со своей едой. Ну, или приезжает просто спуститься на воду, поплавать на своей маленькой уютной лодочке. Вот сегодня суббота. Достаточно много людей. И мы тоже пришли посмотреть, как вообще австралийцы отдыхают. Место прикольненькое. То есть, такое прям вот, да. И много природы. И вот само озеро красивое такое большое. Естественно, конечно, только человеческими руками все это сделано. Ну, вот да, люди плавают. А мы пьем пиво здесь. Наслаждаемся видами красивыми. Вот так австралийцы отдыхают. Сюда можно приехать со своим хворостом, либо со своим углем разжечь и приготовить здесь еду. Конечно, за собой нужно все прибрать. И вот в этой беседке вы будете спокойно кушать, наблюдать красоты местные. Но все так классно обустроено. Здесь вот есть мусорка. Оставляйте здесь за собой мусор. Все чисто, ухоженно. Посмотрите на этот газон. И вдоль всего этого берега расположены такие же беседки, как здесь. Вот с такими же барбекюшницами. То есть место вроде как и такое природное, но, естественно, все опять обустроено, все так красиво, все удобно. Все для людей, причем это все открыто, и каждый вот может приезжать, пользоваться. И вон детские площадки вон там есть. И каяки можно тоже брать в аренду. Там вот чуть-чуть мы проехали уже мимо. Еще мы свадьбу, кстати, проехали тоже мимо, здесь устраивают. Но и в то же время такая вот природа тут красивая. Теперь мы добрались до вот такой детской площадки. Здесь можно и взрослым покачаться, и детишек рядом усадить. Вы только гляньте на эту инфраструктуру тут всю, которая обустроена. И для детей, и для взрослых. Кайф. Что еще нужно-то? Ты ребенок или ты взрослый? Ты что тут всеми богами пользуешься? Я взрослый, и для меня тоже предусмотрено. Даже полежки не нужно с собой приносить, привозить, покупать. Тут все есть, можно взять и пользоваться. Кайф. 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 Такой вот в итоге у нас получился ужин. Получается карри, мясо с картошкой, ну и там рис. Индийская какая-то кухня. То есть вот у них все-таки нет особо своих прям таких блюд. И местные люди любят всякую чужую кухню тоже употреблять. Карри. Что можно сказать? Не супер, конечно, остро, как там в Индии было. Мясо вкусненькое. Свинина, по-моему. Рис. Такой, как я люблю, прям такой чуть рыбшийся, как в Китае примерно. Обалденно. Хорошее завершение дня. Обзор следующего австралийского дома. Начну вам делать с нижнего этажа. Вот нижний этаж вот такой открыт. Он идет в качестве гаража, а также идет в качестве тренажерного зала. Вот наш хост занимается иногда по утрам. У него висит зеркало. И что еще из интересного? Также есть у него здесь стиральная машина. Вчера мы здесь уже обязательно стирали вещи. Вот у него его любимое хобби стоит здесь. Вот эти для коляска, для гольфа. И его машина и любимый мотоцикл. Здесь можно пошушить свои вещи, а также погулять по лужайке. Кстати, вот раньше у него жила здесь собака, но она умерла уже от старости. И осталась одна будка. И еще у него здесь есть небольшой такой садик. Здесь растут лимоны, апельсины и вот трава базилик. А сюда уже можно подниматься непосредственно в дом. Что мы сейчас с вами сделаем? Вот такая задняя дверь в сеточку. И в принципе никакой безопасности. Все открыто всегда. Не боится. Вот тут у нас сразу столовая. Вот здесь мы всегда кушаем. И кухня. Кухня, большой холодильник. Очень примечательно, что у австралийцев. Такая красивая кухня. Посудомоечная машина обязательно. Но мы вручную мыли посуду. После себя быстро помыл все. Тут мы готовили. У австралийцев есть вот такой чулан с едой, чтобы постоянно ездить в магазин. Ну вот такая кухня, из которой мы плавно попадаем в гостиную. Посмотрите, здесь даже есть мини-гольф. Тут мы смотрим всегда телевизор. И развлекаемся вином. А здесь уже другой выход. И он на улицу. Все. Все, что нет ни прихожей, нет нигде этажерки с обувью. Потому что австралийцы реально не разуваются, когда приходят с улицы. Вот такой милый, просторный дом с гостиной и кухней. И у нас была своя личная комната отдельная. Кровать, стульчик. Наши вещи в том углу заняли. И вот такой небольшой шкаф, на котором красиво уложены вот такие книжки. Ну, в общем, еще нам наш новый знакомый подогнала вот такие панамки. И мы должны сейчас выбрать, какие две штучки нам подходят. Вот она решила нам сделать вот такой небольшой подарок. Пишите в комментариях, какой вариант лучше. Ну, а в следующих видео посмотрите, что мы выбрали. Ну, еще одно развлечение. Мы приехали. Как раз вот тоже австралийцы, оказывается, любят гольф. Несколько таких площадок тут везде, вот вокруг гор. Ну, мы чуть отъехали, прям тоже километров на 20. Ну, вот практикуемся. Второй раз. Первый раз был в Малайзии. Теперь здесь. С австралийцами. Здесь у нас уже есть лунки, так что уже более профессионально. Хотя мы теперь вот, получается, на таком вот участке все это делаем, играем. То есть, просто вот в лунки пытаемся забить. В тот раз в Малайзии мы били наоборот, типа вдаль максимально. А здесь вот уже заканчиваем. У нас такое обучение, получается, из страны в страну. Отличие от Малайзии в том, что в тот раз была такая очень корявая почва, неподстриженная трава. А вот здесь вот все выглядит профессионально. Очень короткая трава и комфортно прям бить. Если честно, мы не очень поняли, что-то пока еще никто не заплатил. Тут ни за что. Но либо Крис состоит в местном клубе, либо что-то такое. Но мы сейчас вообще чуть поиграем. Он как бы здесь будет прям долго. Нам чуть-чуть скучновато все-таки это. Для аристократов какая-то игра. Но мы пойдем потом гулять. Сейчас вот я попытаюсь одной рукой. Ай! Забил. Так, мы потренировались там на маленьком поле. Теперь перешли на большое. Сейчас вот получается вот этот старт. И вон туда надо куда-то бить. Но я не знаю, там вроде как 5 что ли таких вот... Я не знаю, 5 продолжений. Короче, за 5 ударов нужно достичь там цели. То есть сначала туда бьешь, потом туда и так далее. И гуляешь. Кто-то на машинках там вон ездит. Мы пешочком ходим, гуляем как раз. Но мы вот такие сильные, далекие не бьем удары. Мы только там заканчиваем с Мариной. Когда уже рядом с Лункой. А вон и кенгурятки тут тоже бегают. Прикиньте, прям на поле. Насколько я понимаю, получается вот 400 метров вот это вот поле. То есть вот либо четвертый парт, либо пятый. Короче, блин, мы не шарим вообще в этих тут правилах местных. Но, в принципе, интересно. То есть вот они бьют, идут, гуляют вот так. И продолжают потом бить там дальше. Вон на таких вот, короче, тачках тут еще гоняют. Вон ребята. Сейчас покажут, как они справляются. Вау. Сейчас, получается, ребят нас обгонят. Ну, а мы вот так пешочком тихонечку пойдем в ту сторону. И вот там потом продолжение будет. А вон и кенгуряшки сгорают. Мячиками нашими играются. Ну, и вон, получается, финиш. Вон, по-моему, флажок там стоит в конце в самом. Ребята вон поехали. Сейчас мы их застопим тоже. Там вон даже озерцо есть, говорит, тоже. Теряют мячики там. А? Еще один. А, вон еще, да, кенгуру кучка целая. Классное такое место. Да, и погулять вот так, и побить мячики. Ну, и вот финиш получается. Вот он один удар только пока Крис наш сделал. И вот он говорит сейчас сказать ему, когда тут закончат ребята. Может быть, вообще за два удара даже пройдет. Так, сейчас будет вон большущий удар. Мы тут спрятались под деревом. И... Блин, не видно даже нифига. Ну и вот завершающая партия. Тут уже такой вот участок, как раз уже вообще прям выстрижен идеально. Ну и вон лунка. Надо в нее фигакнуть. Давай я снимаю. Ну и так далее, если вы поняли в чем суть. Вот теперь куда туда пойдет. А вот это вот наши зрители хотят чтобы мы увидели как они хорошо тут живут. А там вообще вон около лунки просто куча целая, штук 20 наверно. Субтитры сделал DimaTorzok Прекрасное окончание тренировки за пивом. Мы уже конечно все выпили, но тут так можно. Сейчас мы поедем, они будут везти машины и ничего страшного в принципе. Ну вот такая вот у нас серия получилась. Посмотрели тут как местные живут, опять же еще посмотрели там на их хобби, занятия. Ну точнее сказать Крис получается новозеландец, но они что-то похожи конечно с австралийцами, а Алия его подружка австралийка. Ну а остальное уже дальше, поедем там еще путешествовать, так что подписывайтесь на канал, лайки ставьте, комментарии, все там колокольчики. Оставайтесь с нами, впереди много всего интересного из Австралии. Путешествуем дальше. Обороти, то есть вот стоит колокольчик. Один описывал, русал. Красиво. Нигде. В общем-то, куча тоже вот на... И сейчас мы попозже вам покажем просто место для... И мы тоже пришли посмотреть, как вообще австралийцы... Как вообще австралийцы... И вот вдоль вот этой весь... И вдоль вот этого всего. То есть место вроде как и такое... Тут прошлое... Тоже... Есть что сказать? Отличие в том... Отличие от Австралии... Вообще сейчас... Ну он либо он... Ну вот здесь я... Сейчас посмотрим, мы тут спрятались под дерево. Я уже... Здесь можно повесить. Пишите в комментариях, какой вариант лучше. Ну и в следующем видео посмотрите, какой...